ребята здравствуйте всем сегодня снимем интересное видео по токарным работам значит вы меня не ругайте что я там затянул с резцами я как раз улучшал наши резцы то есть я подумал подумал думаю надо сделать точеные ручки хорошие крестом красивые чтобы они были удобны и сделал собственно говоря потратил на это время вот и теперь у нас у наших рисов будут очень красивые удобные ручки а так как всю эту токарную тему я довольно таки хорошо знаю решил думаю расскажу наверное вам мало то умеет точить быстро много одинаковых деталей из дерева потому что стамес коми ручными по токарке очень многие работают там как бы ничего сложного то есть детальку зажал центрах и резцом режешь вот но фишка в чем в том что это во первых медленно во вторых детальки ты никак не сможешь сделать много одинаковых деталей они все равно будут у тебя не может немножко расходиться в размерах где-то как-то вот а чтобы точить быстро вот эти токарные изделия из дерева нужно применять совсем немного другие технологии такие уже промышленные и тут есть несколько методов как это построить такую работу и все заключается форме резцов я вам сейчас покажу все варианты какие вот существуют я вам покажу все варианты все резцов которыми делают массово точеные изделия из дерева значит ну с простомески мы их убираем значит нам нужно серии одинаковых деталек из дерева и как нам их сделать значит чтобы сделать одинаковые детали из дерева можно применить разные технологии первая технология это можно сделать какой-то фасонный такой выточить резец вот допустим нам надо получить вот такую вот деревянную ручку мы берем пластинку стали делаем шаблончик вот видите да вот вытачиваем вот такой резец из пластинки стали врезаемся и получаем вот такую готовую деталь обрабатываем значит будут детали так получатся будут но очень много будет брак очень много будет брака будет что получается вот допустим я тоже сперва хотел пойти по этой технологии выдачи вот такой фасонный резец получается что у нас же квадратик значит мы когда начинаем врезаться у нас вся вот эта поверхность она же вся режет и очень большая нагрузка идет и получается что вот здесь вот вот этот вот крепежное место у нас его просто проверню просто провернет и деталька будет болтаться то есть вы не сможете дать ей крутящий момент но если коротко если конечно длинная заготовка там ее как там уже в патроне зажать но это ерунда вот если мы дальше будем продолжать нагрузку то как бы чистота поверхности получается виде очень такая но некачественная то есть ее все равно подрыва даже если ее вот так разбить сегментами режущую часть то все равно получается качество очень плохое вот но работать так можно то есть вот какие-то небольшие детальки какие-то шарики какие-то полусферы такие то есть вытачиваешь фасонный резец раз врезаешься и у тебя получается как бы готовая заданная в твой размер первый значит способ второй способ самый такой промышленный самый крутой самый который держит все в секрете это вот такие сложные ребята рис и то есть это резец который режет по касательной то есть у нас вот заготовочка крутится он режет по касательной вот так проходит не не в центр а по касательной прорезает и получается у нас какое-то тоже такое как сказать фигурное изделие круглая но такие резцы они очень сложные очень сложное в изготовлении и очень сложная в заточке ими как бы вот на промышленном уровне работают я их тоже использовал дел когда-то вот но фишка в чем заключается он режет очень чисто то есть у него вот это вот полированные все вот эти режущие кромочки они фигурные видите тоже очень сложно сделано вот он режет очень чисто но первые 10 20 деталей потом режущая кромочка начинает притупляться он начинает тоже описать полосочки всякие оставлять его надо подтачивать постоянно то есть они как бы работают в паре вот если деталька у нас крутится что один такой резец дело черновую обработку второй врезается дело чистовую обработку но это сложно это прямо скажем сложно и я вот сколько поработал такими резцами ерунда вот мне не понравилось хотя кто-то работает кому-то нравится следующий вариант какой еще следующий вариант резцы вот такого типа то есть то есть как бы резец он вот так вот заточен да ну вот большого то есть вот он видите да вот большого формата то есть как бы он треугольником вот таким заточен на две стороны сюда за . и сюда за . я вот делал самодельные такие резцы очень хорошо себя показали то есть вот чип ушные останки токарные которые вот точат чипу уже заданные чистовые детальки они все работают примерно вот на таких резцах то есть вот этот резец у него фишка то в чем то что вот эта сторона у него как бы под наклоном и с внутренней стороны то есть сама режущая кромочка она вот такой вот острый острый клин понимать и когда на него деталька крутится стружечка получается такая прямо сливная прямо такой лентой сходит это значит очень хорошие условия резания вот можно сделать вот такие самодельные резцы я съел вот просто брал фрезы вот фреза была круглая кусочек сегмент выпилил приварил вот к старому оправки и вытачивал прямо дел канавочку отправил прорезал отрезным кругом и потом вот сюда вот так вот подбирал работают хорошо то есть вот такого же плана вот видите да как это просто в оправке вставлен то есть он сюда вставлен державку вот такой же резец и бутиком зажат значит вот эти резцы они обычно работают в паре то есть в паре один прорезает грубую пошла по копиру идет нагибается вот прорезает грубым слой материала а второй за ним идет и прибирает только тоненький тоненький слой материал миллиметрик и за счет этого получается очень хорошая чистота обработки вот эти рис и не ну понравились наверно больше всего я вот вам уже как-то показывал как работают вот такие резцы сделать их не сложно вот и сегодня мы на практике с вами на прямо на станочке вы посмотрите как это работает и как это устроено значит я думаю что я америку ведь не открываю это не секрет это известно очень давно просто мало кто мог до этого докопаться и использовать почему я то это все знаю я еще давно давно когда вот начинал я делал массово тоже вот ножки я делал ножки для мебели из бука из дуба там из ясени из твердого дерева и надо было много ножек одинаковых и очень качественно и поэтому я изучал вот эти все технологии пробовал нарабатывал и собственно говоря вот это то что я вам говорю я все прошел на практике и знаю я этот предмет очень хорошо поэтому если у кого-то будут какие-то вопросы можете спросить задавайте я подскажу тут как бы ничего такого секретного нет это как бы просто все давно уже придумано мало кто использует потому что когда люди этого коснуться думаю ну как-то сложно как-то сложно да лучше я вот стамеской там ручную но вручную массово одинаковое изделие вы не сделаете это ерунда вот значит по форме резцов понятно да в принципе можно форму риса сделать любую вот сейчас допустим я какой резец использую помните я покупал я вот таких резцов купил из r18 стали вот таких проходных еще сталинские то сказал такие крик и крепкие такие с клеймом вот а я посмотрел на него то есть у него тело квадратная да и вот это отогнутая голова и в принципе я вот отсюда вот отрезным кружком смог углубить вот эту сторону за поднять вот это вот часть вот эту поднял сюда и эту сюда заточил сейчас на станке прямо я не стал снимать потому что там настроена но я вам обращу внимание и просто вот из такого быстрорежущего резца можно выточить очень хороший копировальный резец для токарки по дереву вот ну если надо кому-то будет можете обратиться я могу сделать вот значит какие получаются деталь то есть мы сегодня с вами рассмотрим процесс копирования на токарном станке вот то есть я вот сейчас посидел поработал получается вот такие вот красивые детальки вот они одна в одну то есть они вот все ни одна от другой не отличаются значит как это сделать и любые детали там можно хоть большие хоть маленькие хоть я даже по этому принципу точил колонны колонны такие здоровые потому что их надо было много там 10 штук вот и из точить их стамеской да ты угоришь на фиг его и поэтому я сделал такой шаблон большой копир вот и все точил по по копиру и получалось быстро быстро качественно и очень одинаково потому что там дальше шаблона то ведь не проскочишь вот значит то есть ребята ручечки у нас скоро будут вот такие вот красивые я вот уже насадил попробовал классный я почему сделал такую форму потому что у меня раньше были вот такие вот первый набор я когда делал я тоже точил вот такую форму и мне так понравилось что это неудобно и они небольшие и не маленькие и в руке хорошо лежат вообще сейчас я ее еще доработал то есть она вообще такая вот и красиво и здорово вот залакируется когда это все до ума доведется дошлифую вот эти вот уголочки будет вообще здорово но сейчас вот с вами попробуем вытащить и кто будет внимательно смотрите слушать меня тут может легко все это повторить я не утаиваю никаких секретов каких-то таких вот здесь читаем здесь не читаем здесь жирное пятно как обычно люди это делают покажут вроде кусочек начнешь делать и нифига не сделаешь потому что подводные камни если вот поэтому если кто-то будет снять смотреть внимательно я объясняю все весь технологический процесс вы все посмотрите и поймете и сможете тоже применить значит по резцам понятно давайте сейчас я вам на станочке прямо все покажу как это работает как это устроено и вам вот это понятно и полезно продолжаем ребята значит как я вам показал что из такого резца можно значит быть вытащить вот такую для скопирования работал то есть вот видите он был вот такой можно из любого резца переточить то есть надо что сделать надо взять треугольник за основу вот эту часть опустить из этого центра значит сделать вот такие поднимающиеся грани вот понятно да в эту сторону и в эту и все и тогда у вас получится сливная хорошая такая стружечка и значит ваш резец заточен правильно и работают хорошо значит по станочку если тут много таких вот станочка в тв4 школьников они распространенные везде есть как бы и станочек неплохой на нем как бы прекрасно можно точить по дереву единственного него вот это расстояние очень маленькая то есть тут не поставишь какую-то большую деталь но под мелочевку под какую-то вполне возможно используем значит так как этот станок по металлу предназначенной то чтобы точить на нем дерево его надо переделать и довольно таки значительно переделать потому что у него раз предназначен по металлу то есть у него маленькие обороты для токарных работ по дереву надо перенести передачу значит здесь вот там как устроена то есть двигателя движение передается вот на первичный вал и потом через шестеренки передается вот на сам шпиндель надо все это выбросить жесткой рукой снять все шестеренки оставить столько вот центральный вал и поставить на него сделать передачу напрямую с двигателя для успешного точения по дереву вам нужно чтобы у вас обороты были где-то в пределах 3000 если у вас меньше обороты то будет очень шероховато поверхность после обработки вы замаетесь ее шкурить вот и ну чем больше оборотов тем лучше но больше 3000 тоже как бы не надо излишне потом что еще надо переделать но можно конечно крутить вот так вот все вот эти вот суппорта этими валиками как там сделано но это неудобно то есть вот допустим подачу если вы хотите точить по копиру вот с ними отсюда сверху то есть как устроен копир копировальной работы шпиндель задняя бабка центр упорный мы вставляем какую-то деталь здесь у нас в рецодержателя вставим вставлен резец сзади нужно прикрутить вот такую вот планку металлическую к станине и на эту металлическую планку закреплять какой-то шаблон то есть вот у нас шаблон металлический выточен форме нашей заготовочки понятно и вот этот вот сделать значит соосно щуп вот это то есть он касается заготовочки шаблона а резец наш повторяет то же самое движение на нашей заготовки но сейчас тут будем точить увидеть понятным принцип значит шаблон щуп резец то есть вот эта система у вас должна быть простая видимая чтобы вы ее сверху видели все как у вас там идет резец как у вас там идет щуп как это все работает и тогда у вас все будет получаться хорошо значит чем система вот это копирование выигрывает она простая ребят то есть не надо заморачиваться там какие-то шаговые двигатели вот как сейчас модно же чипов все использует чипу как бы тоже такими же резцами также режет все по компьютеру управляется это сложно сложно и вот эта вся токарная обработка она очень пыльная то есть у вас это постоянно все будет пыли постоянно сбивать вот тут чем проще тем лучше а вот эта система она самая простая и даже если у вас что-то сбилось вы всегда можете быстро на коленке прямо раз подрегулировать и дальше двигаться делать одинаково детальки значит что еще не сказал вроде бы все давайте вытащим значит потрес я свои стали запасы то на чердаке нашел кучку дуба ясеня бука мои старые припасы напилил вот таких вот квадратиков и буду вам делать из них ручки для ваших резцов получается красиво по лаком будущих ляпота значит давайте вот вытащим ну вот из бука возьмем значит как вставляется заготовочка вот мы подготовили брусочек сделали в нем запил такой по центру шпиндель тут обычно патрон вот такой на 160 он нафиг не нужен его убираешь чем вот хорош вот этот станочек у него сделано все как у нормального станка то есть внутри у него конечно конус морза морза 2 и можно любую оправочку коническую просто вставил туда какую тебе надо трезубец там что хочешь планшайбу раз поставил и работаешь вот значит вставляем вот нашу заготовочку по центру до поставили и поджимаем сзади вот центром поджимаю жале все хорошо включаем двигатели начинают точить значит чем вот еще выигрывают копирование у других способов понимаете мы же обрабатываем дерево не пластмасс не не металл то есть пластмасс и металлу допустим чем отличается от дерева у дерева структура трубчатая знаете вот брусочек идет и он состоит как бы из тоненьких трубочек и перерезать эти трубочки надо по волокнам так же как вот мы с вами вырезаем по дереву резцом то есть вы же знаете когда мы режем по волокнам дам с коротких на длинные у нас получается чистый вес когда мы режем в другую сторону с длинных на короткий у нас получается шероховатые такие резы точно также в токарке то есть точить надо с выпуклых поверхностей вогнутые и тогда у вас когда резец идет с выпуклой поверхности вогнутую она оставляет за собой чистый след если мы будем точить из ямки вот допустим ямка вогнутость у нас на бугорок вот так вот подниматься то резец даже очень хорошо заточена все равно будет оставлять гораздо худшую поверхность обработки и вот как раз вот этот нюанс очень легко учитывать когда вы точите по копиру вы же видите вы видите шаблон вы можете с этой стороны заехать с этой стороны заехать и у вас получится все чистенько допустим когда вы настраиваете программу на чпу мы просто задаете движение и он у вас самого начала пошел и делают просто вот такие ходы и у вас получается что за один проход он помню и режет где по волокнам где в задир это как бы плохо вот я считаю что это плюс и как бы точить тоже надо уметь точить надо чисто и аккуратно и чтобы была возможность отшлифовать обязательно вручную отшлифовать потому что когда вот допустим вот этими фасонными резцами точат врезался а там у тебя нету место то чтобы ты залез руками и начал наждачной бумагой там что-то шлифовать мать и после этого фасонного резца остаются полоски риски какие-то еще что-то где-то задиры как это потом и шлифует а здесь у тебя все свободно ты прорезал даже если где-то там щепочка что-то откололась раз зашлифовал и у тебя под покраску то под лакировку уже поверхность идеально поехали ребята значит включая не то чем а вы просто обращайте внимание вот как я точу как у меня идет резец как скользит вот щуп по шаблону значит первонаперво вот когда вы протачиваете не надо прямо вот у нас же у нас заготовка квадратно не надо брать вот самого начала и драть вот это вот мясо надо вот из квадратика сделать круг мы протачиваем убираем вот эти лишние припуски оставляем немножечко немножечко вот так вот припуск такой на чистовой проход и тогда у вас получится все аккуратненько и хорошо вот на черновую прошел на черновую прошел и у тебя получается уже из квадратика круглая заготовочка и теперь что делаешь врезаешься и смотришь вот сюда на шаблончик то есть подходишь где-то к шаблончику и стараешься оставлять где-то миллиметрик 2 миллиметрик а чтобы у тебя за чистовой проход уже был ну гладенько все вот здесь на заготовочки она умеющий то все быстро поэтому я вам этапы показывает то есть вот мы сейчас что сделали мы подбирались и оставляли здесь вот чтобы у нас был минимальный припуск и убрали все лишнее если бы мы начали драть прямо вот в целом у нас большая вероятность что какую-то щепочку было здесь раз и вы кого и потом уже ее ведь не приклеишь поэтому нужно пройти вот это черновой оболванем и теперь уже проходим на чистовую вот с верхней точке то есть вот как я вам говорил по волокнам резать надо всегда по волокнам то есть вот здесь короткие волокна вот мы сюда втыкаем и уходим сюда и опять с этой же точки и уходим сюда то есть у нас получилось все чистенько наша следующая задача просто отшлифовать наждачной бумагой у нас получится хорошо шлифовать ребята надо тоже несколькими шкурками то есть первое мы проходим грубой такой ну сколько шестнадцатая наверно белгородская потом десяточкой проходим и потом уже когда основное все убрали у меня есть вот такая вот затертая наждачка и просто ей проходишь как бы притираешь у тебя поверхность вообще все начинают гостей все давайте достанем посмотрим что у нас получилось вот то есть у нас получилась вот такая ручка хорошая гладенькая чем вот еще вот этот способ то хорошо что ты все можешь аж хорошо вас лифовать и зачастую вот этим все грешат вы посмотрите вот на покупные ручки которые вот на ваших резцах покупных даже дорогих там качество поверхности не очень потому что это все вот делают фасонные резцы ну на копирование станках там никто это не шлифует то есть врезался по касательной ну как получилось так и получилось пока резец острый режет хорошо притупилась да и пофиг лаком забили а здесь то есть у вас все индивидуально вы каждую свою детальку можете подшлифовать где-то побольше где-то поменьше тремя наждачками его все будет хорошо вот я думаю что все понятно кто-то может сказать что это долго да нет не долго давайте вот еще одну ручку какой-нибудь вот из дуба сделаю кусочки вот таких дуб а какой давайте из дуба вытачим то есть вставляем поставим ввязь и центром поджали все так же сперва обрабатываем большой вот это видно а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Вот какая у нас получается шероховатость поверхности То есть в принципе довольно таки неплохо Сейчас мы это все шлифаним наждачкой и будет вообще хорошо Красивая булочка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот какая полосатенькая прелесть То есть я думаю кто хотел понять тот понял Кто знал тоже хорошо может что-то новенькое для себя увидел Кто не знал ребята пользуйтесь Способ очень хороший он простой он простой и надежный Тут единственное надо постараться и заточить резец Чтобы ваш клинышек то есть вот как вот он треугольник И чтобы вот режущий гранит они были вот так вот так Понимаете вот так вот он стоял И тогда резца получается вот как бы вот об такой острый угол И у вас получается что раз и сливная такая вот стружечка Стружечка то видите какая получается Вот то есть она не мелочью вот такой вот Вот такой пылью Пыли то практически нет Пыли то вот только от наждачки То есть видите какая стружечка А это на дубе А вот до этого я точил из березы Там вообще она вот так лентой слетает Это значит хорошая заточка И Ну ладно еще вам секрет расскажу И короче если точить из быстрореза Из быстрореза делать резец То надо делать только из R18 стали И это я тоже прошел на своей шкуре То есть первые резцы я делал из R675 R675 День работаешь И у тебя вот эта режущая кромка она вся сгорает Она вся сгорает притупляется И надо обязательно все это по новой точить Вот И я понял что что-то это не то Фигня какая-то Вот И когда я сделал из R18 стали Я точил день Точил два Точил неделю А кромка у меня не сгорала И не садилась Вот И я понял что надо делать Вот если делать Быстрорежущие фасонные вот такие резцы Только из R18 стали Иначе она сгорает Режущая кромка Она быстро притупляется Начинает прижигать Начинает Ну плохо короче Ну хотите делайте Не хотите Я думаю что И так поверить Вот Поэтому если кто-то хочет сделать Лучше сделать из хорошей стали Потому что это как бы сложно довольно таки Но оно того стоит Все ребята Пока я думаю Больше болтать тут не о чем Ручки я сделал Резцы будут с красивыми ручками Кому надо заказывайте Потихонечку Все заказы доделаю Вы меня не ругайте Что я делаю долго Потому что я как бы стараюсь Для общего дела Вот постарался Будут у вас с красивыми ручками Всем до свидания Подписываемся Ставим лайки Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому